Я больших не звала ребятишек, я хотела с малышами. Ну куда вы все убегаете от меня, я вам как буду коценки показывать. Вот сюда садитесь. Здрасте. Сядь, сядь. Все сели? Ой, немножко раздлите, чтобы друг другу не мешать. Какие у нас сестрички сегодня, красавицы такие, матрешки настоящие. Ровненько сидим. Садим, не надо на стол ложиться, он далеко от вас стол стоит. Так, как вас зовут, ученицы? Тебя как зовут? Маша. Маша. Гликерия. Гликерия. А тебя как зовут? Варя. Варя. Вот у нас какие имена. Мария, Гликерия и Варвара, да? Так. Кто из вас дома читает Библию? Читаете Библию с мамой? Занимаетесь? Маленько. У меня нет Библии. У тебя нет Библии, мы тебе подарим. Знаете, значит, тут где-то были много детских Библий, да? Найдем же мы ей в подарок Машеньке Библию. Да, наверное, есть. Может, она просто для старшего возраста. Надо будет тете Гале спросить. У тебя есть Библия, да, Гликерия? У меня целых две Библии. Две Библии, так. А у тебя Библия? А у мамы нету. У мамы нет. У бабы есть и у братки есть, да? У дедушки и у бабушки. А у меня есть и отец. А у меня есть. Есть, так. А у меня одна. У тебя есть детская Библия, правильно. Тебе сколько лет? Нет. Нет, а словами ты умеешь говорить? Нет еще? Так, Гликерия, тебе сколько лет? Не надо. Ручки у нас шесть. Ты не мыла руки? Не надо. Тебе шесть уже лет? Ого. А тебе, Маша, пять, да? Пять. А тебе сколько? Четыре. Скажи слово четыре. Четыре тебе. Тебе тоже четыре с половиной, можно так сказать. Так. Ну, раз вы дома занимаетесь Библией, Маша тоже, наверное, с тетей Галей занимается Библией, да, с крестности своей? Ну. Вот если я вам такую картинку покажу, кто-нибудь угадает? У вас другая Библия, но все равно. Кто здесь изображен? Самое первое. Адам и Ева. Адам и Ева. А Варя как думает? А я мать такой мучик. Да? И кто это? Адам и Ева. Адам и Ева. Молодцы, все правильно ответили. Вот этот вот дяденька Адам, да? С бородой. Дяденька с бородой. И Ева. Вот. А где они находятся? В раю. В раю. В раю. Маша как думает? В райском саду они находятся. А кто такие были Адам и Ева? Люди, которые первые Гликер сделали. Нет, но люди, которые первые на земле, вообще они первые были, да? Первые были. Первые. А кто был первые? Гликерия, сейчас не говори. А ты уже все хорошо знаешь. Девочки пусть попробуют ответить. А кто был первый? Адам или Ева? Кто первый был? Самый-самый-самый-самый первый. Ну, кто? Варя, кто был самый первый человек, которого Господь сотворил? И жил он в райском саду. В раю был. Это был... Кто? Адам. Адам. Правильно, Адам. А уже потом Господь ему сотворил кого? Еву. Еву. Помощницу. Адаму нужна была помощница. 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 И Господь сотворил ему Еву. И с чего он ее сотворил? Когда Адам спал, из чего сотворил Еву? Из ребра. Из ребра. Правильно. Из ребра. Ребра. А что такое ребро? Ну, ты название запомнила. Это кость. Кость. Вот смотрите, 4 года девочка знает, что ребро это кость. А где она находится, может быть, ты знаешь? Она вот тут. Нет, это тут у нас рука. Тут там тоже есть кость, плечевая кость. Правильно. Вот тут потрогайте такие полосочки. Все у друг дружки потрогайте. Ну-ка потрогайте, и вы потрогайте. У кого есть ребра? Чувствуете, вот одна полосочка? И щикотно так вот, вторая, третья полосочка пошли. Вот у нас 12 ребер с одной стороны и 12 ребер с другой стороны. Понятно? И Господь взял одно ребрышко у Адама. Одно. Все это он не мог забрать. Как бы человек тогда дышал. Ему нужны ребра. А он одно взял. От одного ничего не случится. И из этого ребра создал... Еву. Еву. Жену ему, правильно? Еву создал. Жену и помощницу. И помощницу. Правильно. Жену и помощницу. Дети у нас даже знают, что такое ребро и где оно находится. Ученые просто. Молодцы. Видите, как вы хорошо все знаете. Я вот сам только первый раз открыла. А у меня не падает. У тебя не падает? Там прилипло что-то, да? Так, листаем дальше. Следующая картинка. Кто знает... Гликерия, ты знаешь? Помолчи. Пусть девочки успеют сказать, ладно? А потом тебя спрошу. Потому что ты большая. Сядь ровненько. Ровненько сядь. Варя смотрит на картинку внимательно. Что здесь? Сейчас я покажу сюда. Чтобы зрители видели, какую мы картинку смотрим. Мне точно не падает. Так. Видите, какая картинка? Варя, что на картинке нарисовано? Дерево. Дерево, так. И зверя. Змея. Смотрите, какой большой художник нарисовал змею. А это кто? Дерево. Правильно. А Гликерия, как думаешь, что это за картинка? Так же думаешь? Да. Это когда елась на Гликерию. Взяла плоту, съела его и дала Адаму. Так. Ну, она подожди. Подожди. Она еще не съела и не дала. Ты вперед торопишься. Ты молодец. С тобой баба Надя много занимается. Ты все знаешь. А Варя как думает? Ну-ка расскажи. Да, потому что они съели чужое дерево в плод. В плод. Плод с чужого дерева, да, Маша? Маша. А не они съели, а сначала что? Мне подошел змею и сказал, что можно это дерево есть. Можно есть с этого дерева. Это так змей сказал, представляешь? И баба... А Ева что ему сказала? Отойди от меня. Не хочу с тобой разговаривать. Сейчас Адама позову, да? Нет? Или по-другому она сказала? Ева. Ева-то что сказала? Она послушалась змея или не стала его слушать? Не послушалась. Змея послушалась или? Не послушалась. Не послушалась? Так. А Маша как думает? Нет. Послушала она? Ей змея что сказала? Съешь, съешь, ты станешь умной. И Ева что, убежала или взяла и съела? Взяла и съела. Взяла и съела. Так Маша как считает? Не надо пальчиком. Что Ева, съела плод или не стала кушать этот плод? Съела плод. Откусила она, да, плод. Мы не знаем там, какой был плод, но чаще всего рисуют что-то в виде яблока, да, почему-то. И я саль. Так. Что? Яблоко? У нас в деревне растет яблоня. Яблоня. Ты знаешь, как растет яблоня? Она большая? Мы ее едим. Вы едите. Ну, с вашей яблоней можно есть, правильно? А с этого дерева нельзя было есть. Господь запретил, сказал, с этого дерева не ешьте. Вот там много деревьев. Вот там персики, виноград растет. Там разные всякие разные. Вот давайте им название и ешьте. Они же не будут голодные-то ходить, правильно? Если не есть, то человек что? Умрет. Он умрет от голода, конечно. От голода и жажды. Господь же не мог сделать так, чтобы Адам жил, ничего не ел. Он бы тогда умер. Он ему разрешил все есть. Но сказал, вот с этого дерева познание добра и зла. Не ешьте. Не ешьте. Только одно дерево не разрешил есть. А остальные деревья можно не ешьте. Да идите и ешьте разные плоды. А вот тут не трогайте. Но змей начал говорить Еве о том, что съешь, съешь, уговаривать ее здесь. И тогда... И она съела. И она съела. А змей-то кто? Как вы думаете? Кто такой змей-то? Дьявол. Это дьявол, да? Это сатана. Самый главный сатана. Да. Самый главный сатана. Посмотрите. Сейчас почитаю вам. Смотрите. Спросил змей женщину. Ну, мы знаем, как ее зовут. Еву. Да, Ева. Он сказал, а правда ли Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду? Она отвечает, мы можем есть плоды с деревьев в саду. Но Бог сказал, не ешьте с этого дерева, который посредине сада. И не трогайте, иначе вы умрете. Нет, вы не умрете, сказал змей. Просто Бог знает, что когда вы съедите, ваши глаза откроются, и вы станете сами, как Бог. Представляете, как он нам сказал? И вы познаете добро и зло. Невозможно стать богами. Правильно? То есть он ее обманывал. Он хотел ее как-то уговорить, все что угодно, лишь бы она согрешила. Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу, приятен на вид. Представляете, смотрит там. Оно такое красивое, такое аппетитное, такое вкусное. Так пахнет, может быть, вкусно плоды, да? А может, на вкус вкусное? Да, может, оно еще и на вкус вкусное. А попробую я этот плод. Не общайтесь сюда, у нас коротенькое занятие, давайте разберем. Так, и она увидела, и взяла один плод, и поела, и дала этот плод мужу. То есть принесла еще и Адама, говорит, на, поешь. И он откусил, да? И Адам. Ева уговорил змей, а Ева уже угостила Адама, чтобы он тоже поел. И вот они услышали, как Господь ходит по саду. Они спрятались. Но Господь сказал, Адам, где ты? Адам говорит, я услышал тебя в саду, испугался, потому что я голый. И я спрятался. Они же в раю жили, у них одежды не было. Там магазинов-то не было, где купить себе платье, там, сапоги, куртку, пуховик, там, или что. Ничего же не было. Магазины потом уже появились. Магазины потом уже. Уже люди появились. Когда уже люди были изгнаны из рая, они уже начали тогда земледелием заниматься, скотоводцем, торговать, одежду себе. И там уже, где было холодно, надо было одеваться. А в раю было всегда тепло, хорошо. Поэтому им одежда не нужна была. Они были вдвоем. Они как в жаре, как на пляже ходили все время, им тепло. Взяли какой-нибудь там персик, поели. Не надо было пшеницу сеять, мельницу строить, да? Пекарню делать. А это вообще трудится. А хлеб там есть? А может такие были плоды, которые по вкусу на булочки были похожи. Они ели их и все. Зачем им хлеб? Они так могли зернышек поесть, орешки ели. А братка говорит, что там бывают даже молочные реки. Ну, не знаю, надо с браткой поговорить. Так. И что случилось? Что случилось? За то, что они согрешили и не послушались Господа. Господь изгнал их из рая. Змея наказал, сказал, что ты будешь не ходить, а ползать по земле, как настоящая змея. И он вот так ползал. Да, что ты будешь ползать всегда по земле. А людей из рая изгнал. И поставил у входа в райский сад кого? Ангела. Ангела. Не выкрикивай первая. Пусть девочки тоже успеют сказать. Давай. Что? Забыла? Изгнал и поставил кого? Меч. Ангела с мечом. Правильно. Вот что она хотела сказать. Не просто с Ангела, а с мечом. Видите, Маша тоже много знает. Вот. Так. Вот такая история произошла с Адамом и Евой. А кто вот знает? Кто это? А я видела эту картинку. Ты уже где-то видела эту картинку? Как вы думаете, что это такие за два дяденьки? Два дяденьки, смотрите. Я тоже видела. Видела эту картинку? Мне тоже такую книжку. Это Каин и Авель. Так. Каин и Авель. И где здесь Каин, а где здесь Авель? Это Каин, а это Авель. Почему ты так подумала? Потому что там еще вторая картинка есть. Там человек с такой же повязкой. Значит, а Каину он убил. Значит, это Каин, то есть это Каин, а это Авель. Нет, ну это ты потому что на повязку внимание обратила. А вот так ты посмотри, что они делают. И почему один из них Каин, а другой Авель. И кто они такие были, Каин и Авель? Вот мы же с вами изучали, что на земле было всего два человека, которых Господь из рая изгнал. Адам и Ева. А откуда взялись Каин и Авель? Кто это такие? Это дети Адама и Ева. Правильно, да, Варя? Это сын Евы и Адама. У них ребятишки родились, у них было очень много детей. Это все первые люди. Они были рождены от Адама и Евы. И вот одни из них это были Каин и Авель. Так, мы сейчас внимательно посмотрим на эту картинку. Так, они что делают? Приносут жертву Богу. Да, они Богу жертву приносят. Вот эти из камней они построили, называется жертв... Жертвенники из камней. Там они делали такие все сожжения Господу. И они заложили и поджигают. Они должны часть своего урожая... Здесь нет, тут другой картинки. Они... Часть урожая должны были дожечь и привык... Они... Они камни большие... Камни большие, что? А, на камни положили, так. И подожгли, да? Подожгли. И когда горит, это значит приносят жертву... Жертву. Жертву Богу приносят, да? Богу. Авель был кем? Он был земледелец. Он выращивал растения, да? Нет, он паскоров. Авель паскоров? Нет, не коров, а овец. Он заколол одну из своих овечек. Я, кто угодно. Авель пас стада, правильно. Авель пас стада, молодец. А Каин обрабатывал землю. Так, то есть Каин был земледелец, а Авель был пастухом и выращивал... Ну, стада... А какие стада бывают там? Овечек, коров, да? И через некоторое время Каин принес дар Господу плоды земли. А Авель пожертвовал жирные части своего стада. И они стали их сжигать. И что произошло? У Каина дым и огонь вниз пошел, почет, как вода. А у Каина вверх и дым и огонь. У Авеля вверх. У Авеля вверх. Никак не загорается, и дым вниз идет. А у Авеля, вот он славит Господа, все хорошо горит, и дым идет вверх. Вот художник... А тут то же самое. Да художник, который рисовал, он, наверное, Библию не читал, да? Угу. Видите, как он рисовал, у них одинаковый огонь. А здесь написано что? А может это одинаковый человек? Нет, Анира, не смотри, в зеленом палате, а этот вот, смотри, как бы у него тут коричневая со шкурой. И у него пояс в полосочку нарисован, а вот это ваша такая повязка на голове в полосочку. Это разные. Да. То есть мы думаем, что этот Авель, вот он прославил Господа. Нет, точка. И этот еще открыл, откричит, что... Да, почему? Он был разгневан тем, что его жертва Богу... Бог не принял его жертву. Сядь, не балуйся. Да, Варя? И что тогда сделал? Молчите, что тогда Каин сделал? Когда понял, что его жертва не была принята Господа. Ну что? Он разгневался и рассердился. Его лицо потемнело. И он позвал Каина в поле и убил его. У него был гнев, зависть. Он просто завидовал. Зависть была такая, да, что он позавидовал и убил своего брата. Вот такая случилась беда в семье Адама и Евы. А все вот эти беды почему были? Потому что Адам с Евой согрешили непослушанием Господу. Правильно? Да. Когда Господа не слушаются, то такие беды на семью приходят. Видите, что случилось? И вот эта история, она это показывает. Что ты наделал? Кровь твоего брата взывает ко мне из земли. Теперь ты проклятый из над земли, которая разверглась, чтобы принять кровь брата твоего, пролитую твоей рукой. Каин отвечал, мое наказание тяжелее, чем я могу вынести. Ныне ты гонишь меня с лица земли, и я буду скрыт от твоего присутствия, и буду на земле бесприютным с китайцем, и первый же встречный убьет меня. Вот такая история. Но вот в другой Библии мы потом найдем эту картинку, она по-другому нарисована. Правильно. Дальше. Так, вы читать-то еще не умеете, но вот тут вот посмотрите на эту картинку. Ноев потоп. Так, не выкрикивай. Что вы здесь видите, и какая это история из Библии? Ноев потоп. Нет, такого нету, Ноевого потопа. Правильно надо сказать. Подожди, не выкрикивай. Варя, что ты здесь видишь? Кого ты здесь, что-то ты узнаешь здесь? Ну-ка посмотри. Заткнили уже. Не узнаешь никого? Ну смотри, вот. Зебра, жираф, птицы, бабочки, овечки. Все, да? Много-много-много животных. Я поняла, они уже вышли из потопа. Да не потоп, а ноев ковчег. У Ноя был ковчег. У Ноя был ковчег. А ковчег, там нас уже зовут, пойдемте дальше, служба идет. Это ковчег, это большой-большой корабль, который Ноя построил сто лет. С крышей. С крышей. Да. Пойдемте. Зачем? Куда? Потихоньку служба продолжается, дальше идем молиться. Тише. Ты куда? Куда? Я в храм идем, куда идем? Противостей. Тише. 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 Тише.